здравствуйте с вами канал виктор сергиенко сейчас хочу рассказать несколько историй из моего прошлого пара случаев на грибную тематику конечно частенько я ходил по грибы сейчас тоже конечно хожу в лес но грибы перестал собирать но раньше собирали солили их как-то обрабатывали использовали сейчас просто не нужно и вот часто мы ездили с одним товарищем по грибы вместе ну как-то соберемся на машине или на его или на наши и вот едем по грибы ну тут ничего особенного нет набирали все и он набирал обычный грибник как я как и все остальные ничего особенного но у этого моего товарища была одна очень такая но я не знаю на мой взгляд забавная привычка он всегда ходил по грибы вот с таким ножом огромный такой нож но он конечно не охотничий никакой там а просто ну кухонный там я не знаю но такой тесак здоровенный и вот он с этим с огромным ножом ходит там такие вот грибочки режет но мы над ним подшучивали неоднократно всячески его подначили дескать зачем тебе такой огромный нож тебе его таскать не надоел но он тяжелый неудобно и все такое а вот нет мне говорит удобно мне говорит удобно и вот он ходит какие-нибудь маслята режет вот таким вот ножищем и собственно на этом и все ну как-то один раз мы еще и на рыбалку с ним ездили поехали я все-таки сказал ну слушай ну зачем ты таскаешь с собой этот нож но может быть ты как-то для самообороны что ли думаешь как-то в лесу что нибудь но всякое бывает уж какие-то у тебя такие мысли или еще что да ну греть ерунда какая чем ты говоришь кого в лесу бояться но действительно в лесу бояться нечего в городе вот бояться лучше кого-нибудь если уж бояться я думаю скажу уж по честному по секрету никому не скажу почему ты таскаешься с этим ножом и вот он взрослый человек очень серьезный обстоятельный сказал мне такую вещь а этот нож говорит счастливый ягод как с ним иду по грибы так нахожу грибы как беру другой пробовал неоднократно так ничего найти не могу я году мы не может быть такого ну вот веришь не тут ягоды у меня спросил я тебе ответил отвечаю по серьезному это вот счастливый нож вот как иду с ним по грибы так всегда с грибами ну вот такая вот была история уж не знаю как к этому относиться и вроде шутить над этим как-то нельзя у каждого свои причуды ну вот такая была ситуация может правда у него так складывалось что с другими ножами он не мог ничего найти в лесу а вот с этим ножом собирал нормально грибов ну как и мы же примерно одинаково вот такая история про нож до сих пор вспоминаю как он с таким огромным ножом ходил там резал эти грибочки еще один случай про грибы собрались мы как-то за грибами прямо на даче приехала компания мы там отдохнули там в баньку сходили я на 2 по моему приезжали там друзья и пошли в лес за грибами и вот нас было несколько человек это было несколько спонтанно и одному не хватило ножика ну чтобы там грибы резать ну резать чем-то надо грибы но обычно мы срезаем грибочки некоторые выкручивают но выкручивать неудобно иногда и все такое и вот не хватило ножа одному нашему грибнику ну что делать тут недолго думая нашли алюминиевую вилку подходящую не знаю сейчас они есть или нет раньше были алюминиевые вилки такие простенькие обычные в столовых частенько их просто там выкладывали но они в общем-то неплохие хорошие но алюминий чем хорош что он довольно мягкий относительно и недолго думая мы эту вилку заточили с того края где ручка ну чтобы были более-менее острые края попробовали режет то есть как бы типа ножик конечно деревяшку резать может быть надолго этой вилки бы не хватило заточено а грибы резать попробовали получилось и дали ему эту вилку ну что дескать чтобы он ей резал грибы пошли за грибами вилка себя показала хорошо резала грибы нормально вопросов нет ну короче мы радовались что так решили вот эту вот проблему отсутствия ножа и в лесу а ходили мы за грибами тогда надо сказать ну надолго буквально даже иногда на целый день с перерывом то есть походим до обеда там какое-то время садимся покушаем потом еще ходим далеко ходили и набирали много ну по две больших корзины двух ведерных бывало приносили и вот сели мы отдыхать и покушать но сели сели ну там разложили все тут этот наш товарищ грибник всех рассмешил тем что мы так как-то ну у кого что есть кто ножом что-то кушает что это он вилку свою повернул другой стороной где настоящий вилка и вилочка это все берет кушает вот как хорошо у меня вилка то не только грибы резать можно но еще и удобно брать но это не все тут случилось так что рядышком с нами как раз занесло и я уж не знаю каким образом пробегала ящерица и вот наш этот товарищ ну для смеха конечно с этой вилкой вроде бы как шутливо погнался за ящерица сейчас я поймаю вилкой и съем но тут уж мы со смеху все попадали так почему-то нам показалось это смешно как он с вилкой ну шуткой конечно гонялся за ящерицей типа как сейчас он ее вилочкой подцепит и скушает ну смеялись от души очень долго потом конечно покушали отдохнули еще ходили очень долго по лесу набрали грибов очень много так что и вот эта вилка одновременно с ножом сделанная самодельно сослужила добрую службу вот такие были интересные случаи ну в конце пожелаю всем всего самого доброго до свидания